Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня с вами методисты Института содержания методов и технологий образования Зеленова Елена Викторовна и методист по математике Еницкая Елена Анатольевна. Я рада приветствовать вас! Также с нами Кухлевская Кристина Игоревна, учитель математики школы Покровский квартал. Мы рады вас видеть сегодня на нашем мероприятии. Надеемся, что оно пройдет активно, продуктивно и познавательно. Свои вопросы вы можете направлять в чат. Спасибо, Елена Анатольевна. А мы продолжим. Итак, уважаемые коллеги, прежде чем приступить к работе, прошу вас пройти опрос, воспользовавшись QR-кодом или ссылкой, которую мы сейчас вам направим в чат. Данный опрос полностью анонимный, в нем не отображаются никакие данные, поэтому вы можете спокойно на него отвечать, открыто, доверительно. Для нашей с вами дальнейшей работы это очень важно. Еще раз повторяю, опрос полностью анонимный. Ну, а мы идем дальше. Итак, QR-код у вас на экране, ссылочка в чате. Вы можете ответить на эти два вопроса. Уважаемые коллеги, ссылка в чате. Как и сказала Елена Викторовна, поэтому либо QR-кодом вы можете воспользоваться, либо ссылкой. Спасибо, Елена Анатольевна. Ну что ж, начнем. Что, как, зачем, какая, какие возможности, о чем все это? Странно, не правда ли? Так вот, мы с коллегами постараемся сегодня ответить на все эти вопросы, а самое главное, что вы сами на них ответите. Вопрос первый. Что? Что же послужило причиной нашей с вами встречи и разговора о рабочей программе по предмету? С 1 сентября 2022 года мы с вами переходим на новый образовательный стандарт третьего поколения. Что же такое стандарт третьего поколения? Чем он так интересен и важен для нас, как педагогов? Все просто. Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует требования к качеству образования. В обновленном стандарте сделан акцент на вариативности содержания. Сформулированы максимально конкретные требования к результатам и довольно четко описана структура программы основного общего образования. Стандарт устанавливает взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов, а их реализация должна осуществляться, конечно же, через деятельность. В новом стандарте конкретизированы требования к личностным и метапредметным результатам. Конечно же, к предметным, несомненно. Личностные результаты выделены с учетом основных направлений воспитания деятельности. При этом я хочу сделать акцент на том, что личностные и предметные результаты очень тесно связаны. Мы видим, что, например, личностный результат сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку, формируется через предметный результат исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных результатов. Основой метапредметных результатов обучения являются универсальные учебные действия. Целостное развитие личности обусловлено освоением обучающимися универсальных учебных действий, которые формируются вместе с предметными результатами. Так, формировать умение выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи, возможно, через умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождении геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов. Елена Викторовна, я бы хотела отметить еще некоторые особенности нового стандарта, касающиеся именно нашего предмета. Разрешите? Да, конечно, Елена Анатольевна, несомненно. Вы знаете, я бы хотела сказать, что еще одной особенностью в ГОС основного общего образования является то, что теория вероятности и статистика выделена в отдельный курс. Таким образом, предмет математика теперь включает в себя учебные курсы алгебра, геометрия, вероятность и статистика. Именно поэтому у нас должны быть соответствующие рабочие программы. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. Что же еще следует отметить в новом стандарте? Изучение предмета математика предполагается осуществлять как на базовом, так и на углубленном уровнях, что позволяет сориентировать школьников в выборе дальнейшего профиля, определиться с будущей профессией, которая требует достаточно высокой математической культуры. Елена Викторовна, а в чем принципиальная разница предметных результатов базового и углубленного уровней? Ну, конечно же, в расширении содержания. Так, если на базовом уровне мы изучаем последовательность, арифметическую прогрессию, геометрическую прогрессию, то на углубленном уровне это содержание дополнено понятиями ограниченной последовательности, монотонно возрастающей, убывающей последовательности. Кроме этого, присутствуют различия с точки зрения деятельности учащихся. Так, на базовом уровне предполагается, что учащиеся будут распознавать понятия, выполнять действия с ними в хорошо знакомых ситуациях при решении задач с практическим содержанием, в то время как на углубленном уровне они должны уметь объяснять смысл понятия, применять его свойства в измененной ситуации в ходе рассуждений, доказательств, решений, практик ориентированных задач. Уважаемые коллеги, обратите внимание, что в материалах нашего курса вы найдете видео о том, какие же нововведения нам несет стандарт третьего поколения. Елена Анатольевна, извините, я с вопросом. У нас уже готовы результаты опроса первого? Да, Елена Викторовна, сейчас я их выведу на экран, и мы с вами посмотрим, что же получилось, как уважаемые коллеги ответили на эти вопросы. Итак, что же у нас получилось? Вам были заданы два вопроса, вы их сейчас увидите, и те результаты, которые мы получили. Итак, что же мы увидели? Был задан первый вопрос, какого подхода вы придерживаетесь при разработке рабочей программы. Ну и, как вы видите, самый популярный ответ – это опираясь на примерную программу по предмету. Второй же самый популярный ответ – это разрабатываю совместно с коллегами. И второй вопрос, который был задан – является ли ваша рабочая программа тем инструментом, к которому вы систематически обращаетесь? Ну и, как вы видите, большинство из вас ответили на этот вопрос, что да, является вашим рабочим инструментом. Мы вернемся к одному из этих вопросов чуть позже и посмотрим, каковы же будут результаты уже в конце нашей встречи. Спасибо, уважаемые педагоги. Спасибо большое, Елена Анатольевна. Ну, а мы с вами переходим к следующей странице нашей встречи. Это вопросы «Какая и зачем?». Коллеги, у вас на экранах этот вопрос уже и тот, и другой высвечивается. Ну, вот зачем учителю нужна рабочая программа и какой она должна быть? Рабочая программа по предмету. Вот с этим вопросом я бы хотела обратиться к нашему учителю, приглашенному к Кухлевской Кристине Игоревне. Сейчас мы попробуем осуществить связь с Кристиной Игоревной. Кристина Игоревна, вы нас слышите? Да. Хорошо. Итак, здравствуйте, Кристина Игоревна Кухлевская. Кристина Игоревна, учитель математики школы Покровский квартал. Вот зачем же учителю нужна рабочая программа и какой она должна быть? Еще раз добрый вечер. Да, конечно, тема рабочей программы для нас весьма актуальна. Она актуальна для каждого учителя. Тем более не за горами 1 сентября. А значит, необходимо обновить имеющиеся рабочие программы. Тем более, с 1 сентября вступает в силу обновленный ГОС. И, соответственно, всем учителям предстоит обновить предметные рабочие программы. В нашей школе мы уже провели такие рабочие встречи, внесли свои предложения. И теперь нам необходимо все это обобщить и учесть эти предложения при создании рабочей программы по предмету. Также я могу сказать следующее. Рабочая программа по предмету, конечно, должна соответствовать требованиям в ГОС. Но здесь очень важно, чтобы все-таки программа была рабочим инструментом учителя, а не таким формальным документом, который скопирован из каких-то известных готовых источников. Я бы здесь, наверное, привела такой пример. Если нам предстоит пройти по какому-то неизведанному маршруту, неизвестному, то, конечно, лучше всего мы его запомним, если мы самостоятельно его преодолеем, а не будем прибегать к помощи сопровождающих. Вот мы выбрали именно этот путь, путь самостоятельного следования. Мы отказались от копирования существующих программ, которые, к сожалению, не всегда учитывают особенности образовательного процесса в нашей школе. Мы стремимся разработать действительно полезный инструмент, с помощью которого, я надеюсь, нам удастся выстроить целенаправленный процесс по достижению результата. Спасибо. Спасибо большое, Кристина Игоревна. Ну вот, в принципе, уважаемые коллеги, мы вот так вот незаметно подошли к следующему вопросу «Как?». И вот этот вопрос я тоже хотела адресовать Кристине Игоревне. Но, Кристина Игоревна, как вы вместе с коллегами осуществляете разработку рабочих программ по предмету в вашей образовательной организации? Ну, здесь мы придерживаемся такого командного подхода. Мы разрабатываем программу совместно, не каждый учитель свою. Мы понимаем, что это часть образовательной программы школы. Рабочую программу, разумеется, разрабатываем на уровень образования. Это соответствует стандарту, которому мы руководствуемся в первую очередь. Также мы, конечно же, обращаемся к примерной рабочей программе по предмету математика. Но при этом мы отметили, что структура предметной рабочей программы по математике выстроена таким образом, что возникает такое некоторое ощущение разрозненности между содержанием и результатами. Мы прекрасно знаем, что личностные и метапредметные результаты в документах такого рода представлены, как правило, в самом начале документов единым списком. И, в общем, для этого, для личностных и метапредметных результатов сложно установить их соответствие содержанию предметным результатом. Ну и, кроме всего прочего, мы понимаем, что нам необходимо учитывать возможности, которые нам представляет город, учитывать те проекты, в которых непосредственно принимает участие наша школа. И в конце хотелось бы добавить из опыта работы в Московской электронной школе было бы замечательно, очень бы хотелось иметь инструмент для создания рабочих программ, аналогичный ресурсу поурочного планирования. Было бы здорово, если бы этот инструмент объединил все те ресурсы, которые у нас уже есть в Мэрш. Спасибо. Спасибо большое, Кристина Игоревна. Действительно, очень интересный был ваш ответ на вопрос. У меня вот такой вопрос еще. Скажите, а в этом году вы уже пользовались ресурсом планируемой предметной результаты, сервисом планируемой предметной результаты для разметки? Да, конечно. У нас коллеги, работающие в пятых классах, использовали этот инструмент. Более того, наши родители активно включились в этот процесс, то есть он их очень заинтересовал и оказался действительно полезным. То есть этот инструмент снял большое количество вопросов с родительской общественности, скажем так, потому что процесс обучения стал более прозрачным, понятным, понятно, куда идем, как идем и к чему придем. Спасибо большое. Правильно я поняла, что, в принципе, вот у вас на данный момент уже достаточно ресурсов, сервисов в Мэрш, чтобы спланировать действительно свою рабочую программу сделать, учитывая, что и планируемые предметные результаты у нас уже представлены, и тематический каркас у нас уже имеется, и сервис поурочного планирования у нас есть там. То есть, в принципе, вот действительно, как вы сказали, еще бы вот такой инструмент рабочих программ, и было бы все замечательно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы, коллеги, продолжим разговор дальше. Ранее мы сказали, что в учебном предмете математика выделены учебные курсы алгебры, геометрии, вероятности статистика. Согласно разъяснению по вопросу о разработке рабочих программ учебного предмета математика в соответствии с обновленным в ГОС основного общего образования, рабочая программа по предмету математика может состоять из рабочих программ учебного предмета математика 5-6 класса и рабочих программ учебных курсов алгебры, геометрии, вероятности статистика 7-9 классов. Обращаю ваше внимание на то, что рабочая программа по предмету это часть основной образовательной программы школы. Она принимается и утверждается в школе. Разрабатывается рабочая программа по предмету на весь уровень образования. В нашем случае на уровень основного общего образования, то есть с 5 по 9 класс рабочая программа составляется. Ну а мы с вами идем дальше. Еще одним важным моментом является структура рабочей программы по предмету. Что она в себя включает? Мы уже должны понимать, чем же ее необходимо наполнить. В рабочей программе необходимо отразить содержание учебного предмета, чтобы было понятно, чему мы будем учить наших учеников, а также планируемые результаты освоения учебного предмета, указывающие на то, чему в итоге научатся наши ученики, какую деятельность будут осуществлять в ходе изучения элементов содержания, какой цели мы будем достигать. Не забудем про тематическое планирование, позволяющее определить последовательность изучения материала и объем часов, отводимых на это. Ну и, наконец, цифровые электронные ресурсы, которыми можно будет воспользоваться как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Елена Викторовна, мне кажется, мы подошли по ходу нашей встречи к такому важному вопросу, какие возможности? Да, в арсенале современного московского учителя имеется ресурс, который включает в себя довольно большой набор сервисов. Это Московская электронная школа, о чем у нас был разговор как раз-таки из Кристины Игоревны. Учителю доступен не только электронный журнал «Дневник», где он может выбрать в том числе форму контроля для оценки деятельности учащегося в рамках изучаемой темы, но также библиотека электронных образовательных материалов, ресурс поурочного планирования, тематический каркас, планируемые предметные результаты. То есть на самом деле у учителя в руках, у московского учителя все эти инструменты есть, и нужно нам их как-то объединить в единое целое. Итак, раздел «Рабочие программы. Содержание учебного предмета» нам поможет наполнить тематический каркас, а он к новому учебному году будет обновлен. Это сделано для того, чтобы он стал более гибким, динамичным. Так некоторые достаточно крупные темы были распределены на более мелкие. Как вы видите, количество тем увеличилось, но при этом количество дидактических единиц первого-второго уровня изменилось несущественно. Произошло только их перераспределение. Уважаемые коллеги, напомню, что тематический каркас по математике на уровне основного общего образования представлен темами, которые включают в себя дидактические единицы первого и второго уровня, являющиеся ничем иным, как элементами содержания. При этом в числе дидактических единиц и отдельных тем представлены те, которые изучаются на углубленном уровне и с учетом проекта «Математическая вертикаль». Говоря о содержании учебного предмета «Математика» для пятых и шестых классов, можно обратить внимание на то, что для того, чтобы вам было удобнее выстраивать последовательность изучения тем, в том числе с учетом распределения по годам обучения, две большие темы геометрические фигуры и измерение вычислений величин были разделены на семь тем. Это только некоторые изменения, которые произошли в тематическом каркасе. Более подробно об этом говорится в видео про изменения в тематическом каркасе, которое находится в материалах вашего курса. Поговорим о планируемых предметных результатах. Проводя аналогию, можно увидеть, что планируемые предметные результаты в МЭШ отличаются. Это результаты трех типов. И как вы видите, они довольно детализированы. Давайте поговорим о том, что же лежит в основе разработки этих результатов. В формулировках планируемых предметных результатов, представленных в МЭШ, отражены основные виды деятельности учащихся, направленных на достижение этих результатов. Предлагаю рассмотреть это на конкретных примерах. Елена Анатольевна, у меня к вам просьба будет. Прокомментируйте, пожалуйста, эти моменты. С удовольствием, Елена Викторовна. Тем более это будет важно при разработке фрагмента рабочей программы. Итак, для того, чтобы вам было понятнее, как формировались планируемые предметные результаты, потому что вам с ними работать, рассмотрим конкретные примеры. И рассмотрим в рамках темы обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. Итак, как вы видите, три уровня результатов. Репродуктивный тип результатов предполагает, что учащийся на этом уровне только должен читать, записывать, приводить примеры и распознавать дроби. То есть учащийся действует в хорошо знакомой ситуации, воспроизводит готовое знание и освоенный способ действий. Ничего более от него на начальном репродуктивном уровне не требуется. Продуктивный тип результатов. В этом случае учащийся уже в измененной ситуации извлекает знание из заданной в неявном виде информации и осуществляет выбор способа действий на основе анализа учебной ситуации. Вот какой смысл вкладывали при формировании результата на продуктивном уровне, то есть повышенного уровня. Что же в рамках этой темы? То есть мы видим, что учащийся уже не просто работает с обыкновенными дробями, а интерпретирует обыкновенные дроби в метрической системе мер. То есть на начальном репродуктивном уровне от него требовалось понимание, что такое 1, 2, 2, 7. Читать дроби, называть числитель, знаменатель, а уже на повышенном продуктивном уровне он должен уметь объяснить 1, 2 метра, 2 десятых километра, что это такое. Ну и приводить примеры дробных величин в реальной жизни. Говоря о рефлексивном типе, следует отметить, что в этом случае ученик в новой ситуации осуществляет целенаправленный поиск информации и открытие новых знаний, инициирует учебную задачу и конструирует способ действий. Что мы видим в представленной линейке результатов? Заметим, что в данном случае ученик будет не просто решать, а предварительно конструировать, то есть самостоятельно создавать это задание, объяснять и оценивать полученные результаты. Спасибо большое, Елена Анатольевна. Ну а я хочу еще рассказать еще об одной отличительной особенности планируемых предметных результатов МЭШ. Они сформулированы не только для учителя, но и для ученика и родителей. Так, например, если у учителя говорится о применении законов сложения, то у ученика представлено указание на то, какие именно законы сложения он должен научиться применять. Важно понимать, что перед каждым педагогом стоит задача формирования не только предметных и метапредметных, но и личностных результатов. Поможет вам их указать федеральный государственный образовательный стандарт. При этом размечая личностные результаты в соответствии с программой воспитания вашей школы. Надо подходить к этому процессу осмысленно и рационально, чтобы указанный личностный результат, ну, я так скажу, не выглядел абсурдным в той или иной теме. Елена Викторовна, я хотела бы обратить внимание коллег на то, что планируемые предметные результаты оцениваемы. Значит, в рабочей программе необходимо отразить формы контроля, которые можно использовать. Давайте быстро поговорим о формах контроля. Ну, чтобы они вас, дорогие учителя, не пугали. Их достаточно много размещено в ЭЖД. Кратко объясним, потому что, чтобы вы умели пользоваться этим инструментом, указав возможные формы контроля в соответствующей теме. То есть в каждой теме будут свои формы контроля. Итак, на сегодняшний день в электронном журнале учителя математики могут видеть определенный набор форм контроля. Их достаточно много. И у вас есть из чего выбрать. Перечень форм контроля закреплен в соответствующем локальном акте школы. При этом формы контроля можно распределить следующим образом. Итак, данные формы контроля, которые вы видите, позволяют оценить отдельные предметные, метапредметные результаты в ходе текущего оценивания. То есть вы можете использовать их на каждом уроке в рамках любой темы. То есть что это может быть? Это может быть опрос, практическая работа, решение задач, математический диктант. Хочу заметить, что вес отметки определяет образовательная организация и закрепляет это в своих локальных актах. Сейчас вы видите формы контроля, позволяющие оценивать предметные и метапредметные результаты в комплексе по одной или нескольким темам. К ним относятся зачет, комбинированная работа, проект. Ну и выделены формы контроля, независимые внешние оценки образовательных результатов. Это конкурсы, конференции, олимпиады. Они присутствуют, эти формы контроля, потому что сейчас достаточно много проектов, в которых участвуют школьники города Москвы. И для того, чтобы оценить участие ребенка в той же конференции, вы можете воспользоваться заявленными формами контроля. Говоря об оценочных процедурах, следует отметить, что в примерном положении о формах периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся прописаны все необходимые нормы. Более подробно вы можете ознакомиться с ними на официальном сайте и с МИТО. Спасибо большое, Елена Анатольевна. Ну, а я хочу продолжить дальше. Библиотека МЭШ поможет вам заполнить раздел рабочей программы, связанной с цифровыми образовательными ресурсами, потому что именно там собраны материалы в виде разнообразного контента от отдельного тестового задания до целого сценария темы, который и учитель, и ученик могут использовать в ходе изучения той или иной темы. Уважаемые коллеги, вот мы просим вас пройти небольшой опрос. Он, я напоминаю, полностью анонимный. Это поможет нам в дальнейшей работе над контентом. Ссылку мы вам сейчас направляем в чат. Воспользуйтесь, пожалуйста, чатом «Вопросы и ответы». У вас вкладочка на ваших экранах «Вопросы и ответы». В этой вкладочке мы размещаем, публикуем ссылку на опрос. Вы можете скопировать эту ссылку и пройти этот опрос даже чуть позже. Это нам нужно для того, чтобы понять, как же вы осуществляете работу с библиотекой МЭШ. Спасибо вам большое. Так. Ну, я думаю, мы можем идти дальше. Елена Викторовна, но ведь учителя организуют свою педагогическую деятельность не только в урочное, но и во внеурочное время. Елена Анатольевна, да, совершенно верно. И учесть этот фактор, он, конечно, может, указав в рабочей программе различные социокультурные ресурсы нашего города или же даже всей нашей страны. Елена Анатольевна, я бы хотела напомнить нашим коллегам о том, что в рабочей программе у них обязательно будет представлено тематическое планирование, в котором можно отразить, какие темы будут изучены в пятом классе, какие в шестом классе, какова последовательность изучения тем, сколько часов будет отведено на каждую тему. Это один из разделов рабочей программы. Ну, и перед тем, как перейти к проектированию рабочей программы, еще раз обращаю ваше внимание на то, что шаблон рабочей программы ранее выглядел несколько разрозненным, формальным. Мы же хотим предложить вам иной ресурс. Такой шаблон рабочей программы, который позволит объединить в единое целое результаты, как образ цели, содержание, ресурсы, оценочные процедуры. И самое главное, мы понимаем, что все это уже находится в Московской электронной школе. На самом деле вы этим пользуетесь каждый день в своей практике. Ну, и перейдем от слов к делу. На примере одной темы мы вам покажем, как можно наполнить шаблон рабочей программы, которую мы хотим вам предложить. Елена Анатольевна, у меня просьба, пожалуйста, прокомментируйте этот вопрос. Итак, уважаемые коллеги, мы сейчас с вами пошагово заполним шаблон рабочей программы, который представлен в тех материалах, с которыми вы будете работать, готовясь к зачету. Вот тут поступил вопрос, как должен выглядеть фрагмент, должен ли он рассчитан на сколько минут, какова должна быть презентация. Уважаемые коллеги, вот сейчас обратите, пожалуйста, внимание, как заполнить шаблон рабочей программы, откуда, какие материалы вам в этом помогут. Итак, перед вами шаблон рабочей программы. Начинаем его заполнять. Как было сказано ранее, чтобы указать тему и содержание темы, то есть элементы содержания, раскрывающие данную тему, вам поможет тематический каркас. Итак, название темы и содержание темы вы берете, уважаемые коллеги, из тематического каркаса, который будет размещен в файле в формате Excel. Не самостоятельно придумываете, не берете готовые рабочие программы, выпущенные тем или иным издательством, а вы используете название темы и элементы содержания, дидактические единицы из тематического каркаса, который обязательно будет размещен и уже размещен среди тех файлов, которыми вы будете пользоваться. Итак, перед вами фрагмент тематического каркаса, поддерживающего содержание учебного курса математики 5-6 класса. Все темы каркаса занерваны, как вы видите, и расположены в алфавитном порядке. Не в той логике изучения, а в алфавитном порядке, поэтому необходимую тему вы найдете. Просто обратите внимание на первую букву этой темы. Кроме названия темы, в тематическом каркасе присутствуют дидактические единицы первого уровня. Это более крупные элементы содержания. Они подсвечены цветом, как вы видите. Именно дидактические единицы первого уровня и второго уровня помогут вам наполнить такой раздел рабочей программы, как содержание. Итак, и дидактические единицы второго уровня, то есть элементы содержания, они раскрывают дидактические единицы первого уровня или конкретизируют. Поэтому, заполняя раздел элементы содержания, вы можете воспользоваться как дидактическими единицами первого уровня, так и второго. Однако, если дидактические единицы второго уровня детализированы, то тогда вам достаточно взять как элементы содержания дидактические единицы только второго уровня. Итак, используя тематический каркас, то есть для того, чтобы заполнить два раздела название темы, содержание темы, вы открыли тематический каркас. Из тематического каркаса мы указываем название темы, ту формулировку, которая там дана, а содержание темы мы составим из дидактических единиц первого и второго уровней. В данной теме, на примере которой мы показываем, видите, дидактические единицы второго уровня детализируют, более подробно раскрывая дидактические единицы первого уровня. Поэтому мы впишем только их, то есть дидактические единицы второго уровня. Если же и такие темы тоже существуют, дидактические единицы не детализированы, то их включаем в содержание темы наряду с дидактическими единицами второго уровня. Вот вы видите, в теме отношений и пропорций присутствуют две дидактические единицы первого уровня, которые не детализированы. Мы вписываем их и дописываем все дидактические единицы второго уровня. Таким образом, мы заполнили с вами раздел «Содержание темы». Продолжим конструировать рабочую программу. Итак, вы видите, перед вами два раздела заполнены. Указано название темы и указано содержание темы. Каким образом наполнить эти разделы, мы только что обсудили. Двигаемся дальше. Итак, ранее мы сказали, что такой раздел, как предметные результаты, вам поможет заполнить такой ресурс Mesh, как планируемые результаты. В Mesh планируемые результаты представлены в виде линеек по качеству их достижений. Начальный, репродуктивный, повышенный, продуктивный, высокий, рефлексивный. И как они, эти линейки, формировались, было представлено ранее. Вам не нужно никаких линеек предметных результатов самостоятельно составлять, сочинять, формулировать. Вам не нужно это делать, уважаемые коллеги. Вам необходимо в файле с предметными результатами, которые будут перемешаны, самостоятельно уже готовые результаты дифференцировать на три группы, то есть выделить линейку начального, повышенного и высокого результата, раскрывающие элементы содержания. Итак, еще раз, вам не надо сочинять предметные результаты, формулировать самостоятельно. Вы должны будете из перемешанных готовых результатов выделить все линейки, которые были заложены. В качестве ориентированных вы должны понимать, что каждая линейка состоит из трех результатов начального, повышенного и высокого. Поэтому все то общее количество результатов, с которым вы будете работать, вы должны поделить на три. И тогда вы поймете, сколько линейок результатов в данной теме вы должны выделить. Ну что ж, сейчас мы вам предлагаем следующее задание. Итак, так как вам предстоит зачет, мы вас попросим сделать вот что. Перед вами в теме обыкновенной дроби с одинаковыми знаменателями представлено всего лишь шесть результатов. Они перемешаны, и вам необходимо, ну, чтобы вы потренировались, проверили себя, выделить из этих шести результатов, ну, не выделить, а дифференцировать, распределить их всего лишь на две линейки результатов. Обратите внимание, что мы прописали, что в данной теме эта тема действительно большая. Элементов содержания в ней очень много вы увидели. И, соответственно, линейок в этой теме 14. Мы с вами проработаем только две линейки. Вам же, когда вы будете сдавать зачет, когда вы будете самостоятельно создавать фрагмент рабочей программы по какой-то одной теме, нужно выделить все возможные линейки, то есть дифференцировать все представленные результаты, они будут перемешаны, уважаемые коллеги. Итак, выделить все возможные линейки. В данной теме их только, их 14 всего. Но вы же понимаете, что такая информация очень большая, времени потребуется достаточно много, поэтому мы вам предлагаем проверить себя и 6 результатов разбить, распределить на две линейки. Как вы видите, они пронумерованы. Поэтому мы вас попросим в чате через точку с запятой указать две последовательности чисел, которые, на ваш взгляд, образуют вот эти две линейки результатов из 14 существующих в данной теме. Пока вы думаете, я напомню, что на начальном репродуктивном уровне ученик воспроизводит готовые знания, то есть на уроках он напрямую применяет изученное определение, свойства, формулу, выполняет задания, аналогичные тем, которые вы только что объяснили. Выполняет задания по предложенным вам алгоритмам, то есть по готовому образцу. Итак, вот какие два результата, а это описание начального репродуктивного уровня, на ваш взгляд, этому соответствуют. На повышенном продуктивном уровне, напоминаю, что ученик самостоятельно определяет свойства, правила, формулу, которые он должен применить, и даже тот момент, в который он применит эти свойства, правила, формулу. Решает задания, которые будут чем-то усложнены. Выбирает, как применить то, что он знает, для нахождения удобного способа, более рационального решения. Итак, какие два из представленных результата будут соответствовать этому уровню? И на высоком рефлексивном уровне ученик использует знакомые теоретические знания для открытия новых знаний, свойств, решает задания, погружающие его в совершенно новую ситуацию. самостоятельно создает, конструирует, моделирует способ решения. Итак, что же у вас получилось из этих шести результатов? Какие две последовательности чисел получились? Елена Анатольевна, извините, я перебью, но я тут наблюдаю за чатом, конечно, отвечаю на вопросы, которые поступают от слушателей, но и параллельно вижу, что у нас есть уже люди, которые отвечают на поставленную вами задачу. Вы знаете, складывается впечатление, что действительно на наших вебинарах, которые были посвящены этой теме, планируемым предметным результатам, многие учителя присутствовали, и они в тот момент поняли, как это все происходит. Потому что с планируемыми предметными результатами в этом году вплотную работали, с сервисом с этим вплотную работали учителя пятых классов. Они его осваивали как раз таким образом. Но я хочу напомнить, что одна линейка результатов, она включает в себя результаты трех типов, начального, повышенного и высокого. Таким образом формируется одна линейка результатов, которая соответствует содержательно какому-то элементу содержания, который мы рассматриваем в данном случае. Но мне кажется, можно уже, наверное, раскрыть секрет. Елена Анатольевна, как вы считаете? Тут у нас коллеги так отвечают интересно, активно. Да, давайте посмотрим, что же получилось. Итак, уважаемые коллеги, из 14 существующих линейок результатов, те шесть результатов, которые были представлены вам для работы, образуют следующие две линейки. Вы как раз видите, что первый, третий, пятый результат образуют линейку начального, повышенного и высокого. И, как сказала Елена Викторовна, раскрывают элемент содержания. То есть не обязательно в линейке результатов будут все элементы содержания. Но элемент содержания данная линейка раскрывает. Ну и, как вы видите, вторая линейка, 4, 6, 2, именно в таком порядке, такой последовательности, они образуют линейку результатов. Уважаемые коллеги, это только две, ну и вы видите, все-таки здесь существует, мы добавили самую первую линейку. Да, кстати, предметные результаты выстроены не только в линейку начальный, повышенный и высокий, но и мы вам рекомендуем располагать их в той логике раскрытия элементов содержания данной темы. Ну, это все-таки хорошо смотрится. Вот почему вот эти две линейки записаны на втором и третьем месте, потому что существует первая линейка результатов, в которой мы раскрываем, ну вообще, что такое доли, дроби, понятие обыкновенной, дроби равной, дроби и так далее, и так далее. То есть, еще раз, коллеги, это теперь уже вы видите три линейки из 14 существующих. На самом деле их много, потому что тема достаточно большая. Так, ну, мы сегодня уже говорили о том, что в формулировках планируемых предметных результатов, об этом тоже сегодня была речь, и на это обращаю ваше внимание, содержатся не только предметные результаты, но в формулировках уже читаются и метапредметные результаты, как универсальные учебные действия. Как же их найти? Для этого не надо вам, уважаемые коллеги, открывать в ГОС или примерные рабочие программы и переписывать в рабочую программу метапредметные результаты. Не надо. Обратите внимание, как вы рассуждаете. Итак, вы выстроили линейки предметных результатов, все у вас логически выстроено, правильно, что же нам делать? Где же здесь метапредметные результаты? Как вы рассуждаете? Итак, сначала читаем в ГОС, но только читаем, не переписываем. И обращаю, так как у нас тема обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями, я обращаю свое внимание и ваше тоже на такую формулировку. Я читаю из в ГОС, почему, объясню чуть позже. Итак, самостоятельно составлять алгоритм решения задачи или его часть, выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решения, оценивать соответствие результата цели и условия. Итак, есть такие формулировки в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, но я их не переписываю, а обращаю внимание на то, что в формулировках предметных результатов находят отражение вот эти формулировки метапредметных результатов. Итак, в первой линейке, где же это будет? Каким образом это отражено? Обратите внимание, это подсвечено цветом. Итак, в первой линейке, в первой линейке, это конструировать, аргументированно оценивать. Вот мы увидели эти формулировки, мы выделяем их курсивом и маркируем, поставив в конце формулировки букву М. То есть я не переписываю метапредметные результаты из ВГОС, а нахожу их отражение в предметных результатах. А в формулировках предметных результатов, вот эти мягкие формулировки метапредметных результатов и содержатся. Вам их просто нужно найти, выделить курсивом и промаркировать. Во второй линейке я помню, какие результаты ВГОС я прочитала. Во ВГОС я прочитала. Что же во второй линейке наблюдаем? А это будет анализировать модель. Значит, вот эту часть результата я выделю курсивом и промаркирую, поставив в конце букву М. С третьей линейкой результатов работаю. В третьей линейке результатов это конструировать задачи из реальной жизни, аргументированно оценивать. Опять выделяю курсивом и маркирую, поставив в конце формулировки букву М. Как вы видите, вам не надо переписывать метапредметные результаты из ВГОС. Вам их нужно найти в формулировках предметных результатов, выделить курсивом и промаркировать буквой М. Надеюсь, коллеги, вам эта часть понятна. Чтобы указать личностные результаты, которые могут быть достигнуты в ходе изучения темы, опять воспользуемся ВГОС. Ну и прочитаем те личностные результаты, которые представлены во ВГОС. Выделим соответствующие результаты, сформулированные во ВГОС. Переформулируем, учитывая специфику нашего предмета, и получим те личностные результаты, которые нужно внести в шаблон. Понятно, что вы переписываете не все личностные результаты из ВГОС. То есть, заполняя такой раздел, как личностные результаты, вы берете формулировки из ВГОС. Переформулируете их, но опять, вы берете не все, а лишь только те, над которыми вы можете вести работу, используя содержание данной темы. В данном случае обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями, поэтому я, наверное, не возьму личностный результат, связанный с пониманием искусства через математику. А вот если это будет какой-то геометрический материал, то в этой теме этот личностный результат, связанный с пониманием, с формированием именно этого личностного результата, обязательно мы будем использовать и его запишем. То есть, в данном случае тоже очень разумно подойдите к указанию личностных результатов. Ну что ж, мы с вами заполнили уже достаточно много разделов рабочей программы, и теперь заполняем раздел «Социокультурные и научно-технические ресурсы города». Что вам нужно сделать? Все очень просто. В открытых источниках вы подбираете ресурсы, которые поддерживают освоение содержания указанной темы. В данном случае обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. Дальше выписываем выбранные ресурсы, ну и указываем ссылку. Все, этот раздел мы с вами заполнили. То есть, вы берете, указываете те ресурсы, опираясь на что? Где бы вы провели урок? Какой музей в рамках этой темы? Какое пространство города Москвы вы можете использовать для того, чтобы провести интересный урок в рамках этой темы? Продолжим заполнять рабочую программу и поговорим о цифровых ресурсах МЭШ. Ну, тут уже сам раздел рабочей программы подсказывает, как его заполнить. Что вам нужно сделать? Чтобы указать электронные цифровые образовательные ресурсы МЭШ, вы подбираете в библиотеке Московской электронной школы электронные образовательные ресурсы. Это может быть сценарию, это может быть сценарий урока, это могут быть электронные учебные пособия, сценарии темы, которые поддерживают освоение содержания темы. В соответствующей ячейке вы указываете ID материала, можете указать название материала и добавить ссылку, чтобы в любой момент воспользоваться этими материалами. Далее мы с вами заполняем последний раздел, это оценочные процедуры. Учитывая содержание темы, услышьте, коллеги, и планируемые результаты указываем оценочные процедуры. То есть при выборе оценочных процедур опираетесь на тему и содержание. Выбираете возможные формы контроля, о которых ранее сегодня говорили, и указываете. Если вы предполагаете, что здесь может быть проведена контрольная работа в форме решения задач, в форме учебного задания, в форме комбинированной работы, то вы указываете тогда контрольную работу, а она может быть проведена с использованием тех форм, которые вы укажете в этой рабочей программе. Спасибо большое, Елена Анатольевна. Вы так все подробно объяснили, как каждую строчку, каждую ячейку таблицы заполнять, чем пользоваться. Но и, коллеги, мы с вами проводили опрос в самом начале нашей программы, то есть встречи. Далее мы с коллегами постарались довольно подробно рассказать о том, что же такое рабочая программа по предмету, как ее можно спроектировать. Выяснили, что шаблон рабочей программы, который будет представлен в МЭШ, объединяет в себя все уже имеющиеся сервисы и учитывает требования стандарта. Осталось только все эти сервисы, которыми вы пользуетесь. Московские учителя используют в своей практике ежедневно. Все это объединить в единое целое. Но вот в единое целое удалось объединить путем вот такой вот несложной таблицы. Предлагаем вам пройти следующий опрос. Значит, у вас сейчас на экранах высвечивается QR-код. Вы можете воспользоваться QR-кодом или же ссылкой, которую мы направляем в чат. Вопросы и ответы. Вопросы и ответы. В вашей трансляции это закладочка «Вопросы и ответы». Уважаемые коллеги, ссылка отправлена. QR-код перед вами. Не торопитесь, пожалуйста. Да, все работает. Мы проверили еще раз. Тем более мы видим в динамике, что происходит. У нас отображается процесс заполнения в режиме онлайн. Мы это все наблюдаем. И вам постараемся чуть попозже продемонстрировать результаты этого опроса. Ну, а я продолжу разговор и поговорю немножечко о зачете. Уважаемые коллеги, значит, вам предстоит зачет. В качестве зачетной работы вам нужно будет разработать фрагмент рабочей программы, только фрагмент по одной теме. Список тем, из которых вы можете выбрать только одну, находится в папке «Материалы курсов для слушателей». Вы найдете в этой папке соответствующие файлы. Воспользуетесь материалами на уровне «Математика» 5 и 6 классы, чтобы вам было удобно. Оценивание вашего проекта будет осуществляться в соответствии с критериями, которые представлены в чек-листе. Вы его видите на экране. Каждый слушающий должен будет заполнить чек-лист в электронной форме. Ссылку вы получите по ходу защиты. И оценить выступающую группу целиком. Данные для заполнения формы вам будут направлять в чат. Сама выступающая группа, конечно, себя не оценивает. Олеся Николаевна в своем выступлении о зачете уже вам рассказала, поэтому если вы пропустили какую-то информацию, вы можете вернуться к видеозаписи, посмотреть еще раз. Но, поверьте, процесс проходит довольно спокойно. Все учителя высказывают свое мнение, представляют свой фрагмент, свое видение разработки одной темы. заполняют таблицу, которую мы вам сейчас представляли. Елена Викторовна, прошу вас еще раз напомните, пожалуйста, коллегам, и даже подскажите, где можно взять те материалы, на примере которых мы с вами подробно рассмотрели, как заполнить шаблон рабочей программы. Они у вас у всех будут, грубо говоря, под рукой. То есть все эти файлы существуют, уважаемые коллеги. И еще раз, не надо использовать какие-то непонятные рабочие программы от разнообразных издательств и оттуда выбирать содержание, формулировать самостоятельно планируемые предметные результаты. У вас уже эти материалы будут. Елена Викторовна, пожалуйста, напомните коллегам, подскажите, где они могут эти материалы найти. На самом деле я уже высветила на экране информацию. Обратите внимание, в вашей программе вы находите страницу, в которой у вас отображены кнопочки материалы модуль 1, материалы модуль 2, материалы модуль 3, материалы для итоговой аттестации. Ну вот в частности материалы, которые вам пригодятся для разработки фрагмента рабочей программы по одной теме, находятся под кнопочкой материалы модуль 2. Там вы найдете файлы, в том числе даже инструкцию по защите фрагмента рабочей программы. Там будет представлен вебинар нашей сегодняшней с вами встречи. Там вы найдете перечень результатов по темам учебного предмета математика 5.6. Вы этот перечень возьмете в соответствии с выбранной темой и будете выстраивать линейки результатов. Линейки вы будете выстраивать таким образом, чтобы первая линейка, это было не что иное, как вхождение в тему, элемент содержания, который позволяет вводить в тему, в изучение материала. По горизонтали эта линейка будет выстраиваться от результата начального до результата высокого. И дальше, продвигаясь по вертикали вниз, вы будете рассказывать каждой линейкой, как вы погружаете своих учащихся в содержание. А по горизонтали это у вас будет информирование того, как вы будете качественно наращивать запланированный результат. Также вы найдете там материалы про формы контроля, чек-лист, вы ознакомитесь с ним более подробно. Ну, а я так понимаю, Елена Анатольевна, у нас готовы результаты второго опроса, да? Да, совершенно верно, Елена Викторовна. Вот что мы получили. Итак, напоминаю, что в первом опросе был один из вопросов, является ли ваша рабочая программа рабочим инструментом. И во втором опросе был задан всего лишь один единственный вопрос. Считаете ли вы, что ваша рабочая программа может стать рабочим инструментом, к которому важно обращаться систематически? Ну, и как вы видите, уважаемые коллеги, что из всех оброшенных 241 участник опроса выбрал, что да, она может стать рабочим инструментом, к которому важно обращаться систематически. Ну, и второй по популярности ответ – это скорее да, чем нет. Очень приятно, что все-таки вы рабочую программу воспринимаете как действительно ваш рабочий инструмент. И надеюсь, будете обращаться к нему постоянно в ходе своей педагогической деятельности. Так, один момент, Елена Анатольевна. Я сейчас хочу все-таки продемонстрировать наши контакты, если понадобится нашим слушателям связаться с нами. Ну, и вы знаете, по ходу нашего общения я на большую часть вопросов уже ответила. Вот, но тем не менее есть вопросы, которые, ну, такие общие. Я постаралась их сформулировать в одном вопросе, который, вот, ну, будем считать, наиболее часто встречается, но смысл один и тот же. Он может звучать по-разному, но смысл один и тот же. Например, такой вопрос. Рабочая программа должна создаваться под определенной ОМК? Уважаемые коллеги, нет. ОМК подбирается таким образом, чтобы поддерживать логику изучения тем, элементов содержания, которые вы выстроите в своей рабочей программе. Вы составляете рабочую программу группой учителей, согласованно, чтобы эта рабочая программа стала лицом вашей школы. И учитывайте особенности ваших учащихся, особенности материально-технической базы, вашей образовательной организации и составляйте рабочую программу. Вот. Ну, вот, еще один вопрос. Это какие документы можно использовать для разработки рабочей программы по предмету? Ну, конечно, в первую очередь это федеральный государственный образовательный стандарт. Дальше вы можете в своей работе, конечно, использовать примерную рабочую программу по предмету. Программу воспитания образовательной организации, потому что без программы воспитания, Конечно, вы не можете разрабатывать рабочую программу по предмету математика. Это все вы можете в своей практике использовать. Ну, еще есть один вопрос, Елена Викторовна, если разрешите. Да, конечно. Об этом был разговор, но вот вопрос опять возник. На какой срок разрабатывается рабочая программа? Уважаемые коллеги, рабочая программа разрабатывается на уровень образования. То есть перед вами стоит задача разработать программу изучения математики с пятого по девятый класс. Обратите на это внимание. Да, мы не под один класс разрабатываем. Если мы переходим на ВГОС, у нас пятый класс будет уже заниматься по новому стандарту. Это не значит, что рабочая программа разрабатывается только для пятого класса. У нас же этот пятый класс дальше идет в шестой, потом он идет в седьмой, потом он идет в восьмой, потом он идет в девятый. И вот мы должны разработать рабочую программу по предмету как раз с пятого по девятый класс на весь уровень как раз образования, основного общего образования. Есть еще какие-то вопросы, Елена Анатольевна? Да нет, Елена Викторовна, в общем-то вопросы такие организационные у коллег в большинстве своем. Мы сегодня с вами обсуждаем содержание, разработку фрагмента рабочей программы. Можно я, извините, Елена Анатольевна, дело в том, что у нас есть тут вопросы, а где тесты найти, а где еще что-то. Уважаемые коллеги, еще раз повторяю, у вас есть программа, в которой есть определенные страницы, и на каждой странице есть соответствующая информация. В частности, на экране у вас сейчас демонстрируется страница, где есть кнопочки интерактивные, материалы модуль 1, материалы модуль 2, материалы модуль 3, материалы итоговой аттестации. Зайдите, посмотрите содержимое этих в кавычках кнопочек, и вы увидите, что там все представлено. Спасибо, извините, Елена Анатольевна. Да, и уважаемые коллеги, помните, что когда вы будете работать, создавать фрагмент рабочей программы, у вас будет представлен не весь перечень тем. Не пугайтесь это, вы выбираете перечень тем из представленных. Название берете еще раз из тематического каркаса, будьте, пожалуйста, аккуратны. Ну, там оставлены темы по такому принципу, чтобы в среднем количество предметных результатов было у всех слушателей одинаковое. Потому что, да, есть темы достаточно небольшие, в частности, отношения и пропорции, там будет не очень много предметных результатов. Но, готовясь к зачету, этой темы вы не увидите. Это не говорит о том, что она отсутствует как таковая. Нет, в тематическом каркасе, в файле Excel эта тема есть. Просто для работы, для подготовки к зачету эта тема вам не предложена. Почему, я только что объяснила. И еще раз, уважаемые коллеги, все материалы для разработки фрагмента рабочей программы у вас есть. Вам не надо куда-то еще смотреть, какие-то файлы скачивать. Просто внимательно ознакомьтесь с тем, что у вас под рукой. Внимательно, пожалуйста, прочитайте. Мы должны с вами уметь читать правильно, обладать высокой читательской грамотностью и работать с документами. Поэтому, уважаемые коллеги, у вас все будет для создания фрагмента шаблона рабочей программы по одной единственной теме. Ну и напоминаю, что рабочая программа по предмету – это часть основной образовательной программы вашей школы. Разрабатывается она объединенным таким решением предметной группы, там, я не знаю, как у вас там называется, кафедра. Вот. Это такая коллективная работа. Это просто вопрос еще в чате у нас появился. Уважаемые коллеги, мы заканчиваем нашу встречу. Вопросы относительно тестирования, каких-то еще организационных вещей вам напоминать будут ваши кураторы. Вы не волнуйтесь, всю необходимую информацию вам ваши чаты, телеграм-чаты будут направлять. Наша сегодняшняя встреча посвящена тому, чтобы объяснить, как разработать, спроектировать ваш фрагмент рабочей программы. И как это будет выглядеть, рассказать о том, как будет проходить защита. Остальную информацию вам будут планомерно рассылать в телеграм-чате. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Вы же уже не первый поток. Первый поток, все прошел, все замечательно, без проблем. Все защитились, все тестирования прошли. Так что все будет хорошо. Да, и по опыту первого потока, уважаемые коллеги, были такие вопросы от учителей. Но опять, они были связаны с чем? С тем, что дифференцировать результаты у некоторых... Ну, не сложность это была, а дело в том, что невнимательно коллеги прочитали. Хочется сказать сразу же, что результаты рефлексивного, продуктивного и репродуктивного уровня, они различаются. То есть их формулировки различаются. Не может быть так, чтобы в разных линейках была одна и та же формулировка. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну и потом, уважаемые коллеги, мы сказали, что предметные результаты, формулировки предметных результатов раскрывают содержание темы. Поэтому содержание темы, элементы содержания темы будут вашими подсказчиками для того, чтобы вы перемешанные предметные результаты грамотно дифференцировали и выстроили те необходимые линейки. И для самоконтроля помните, что вы должны общее количество разделить на три, три уровня результатов. И вы тогда поймете, что в данной теме у вас должно быть столько-то линеек. Ну, к примеру, 21 результат делим на три. Вы понимаете, что в такой-то теме вам нужно правильно дифференцировать семь линеек результатов. Семь линеек имеется в виду по горизонтали. Слева направо. У вас начинается с начального, потом в серединочке повышенный и потом последний результат. Это у нас высокий. Все, одну линейку выстроили. Переходим к следующей. Она у вас ниже пойдет. И опять первый результат это начальный, второй правее повышенный и заканчиваем высоким. Вторую линейку горизонтальную выстроили. И так мы сверху вниз продвигаемся. Сверху вниз у нас выстраивается содержание нашей темы. Ну, я думаю, Елена Анатольевна, на этом мы можем уже закончить. Спасибо большое, коллеги, за активную работу. Мы в основном на вопросы слушателей ответили в личном чате каждому. Проговорили о том, что вам нужно сделать, на что обратить внимание. Что у вас в вашей программе есть волшебные кнопки, под которыми скрыты необходимые файлы. Но и ваши кураторы, это ваши помощники, которые помогут вам в организации именно таких вопросов, как и в какое время вам что нужно сделать. Спасибо вам большое. Ну, а завтра мы ждем на вебинаре, встречи. По сложному вопросу у нас конференция будет проходить. Я думаю, будет интересно посмотреть, что же нам представят московские учителя, которые приняли участие в новом проекте. И разработка контента в рамках сложного вопроса по математике. Огромное спасибо за внимание. Я хочу пожелать вам успехов. Самое главное здоровья. Вот, чтобы в ваших семьях было все благополучно. Ну, и задорого, новых идей. Первого сентября интересных, задорных учеников. Чтобы ваша работа приносила вам удовольствие, удовлетворение. И чтобы вы слышали слова благодарности от ваших замечательных учеников. Спасибо вам огромное, уважаемые коллеги. До следующих встреч. Уважаемые коллеги, присоединяюсь к словам Елены Векторовны. Я вам желаю всего самого наилучшего. Пусть у вас все получится. Пусть вы всегда с легкостью справляетесь с любыми трудностями. И пусть они будут небольшими. У вас все будет хорошо. Всего вам самого замечательного. До скорых встреч. До свидания. До свидания, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok